Всем здравствуйте! О главных событиях уходящей недели расскажу вам я, Егор Матаев. Смотрите выпуски. Рубцовск получит ежегодные субсидии на ремонт дорог. В Шипуново отремонтируют школу и запустят новую модульную котельную. А в селе Фирсово Первомайского района достраивают детский сад. Об этих и других итогах рабочих поездок губернатора Виктора Томенко далее. Около 1800 избирательных участков открылись по всему региону. Продолжаются выборы депутатов Алтайского краевого законодательного собрания и Государственной думы Российской Федерации. В этом году они проходят с 17 по 19 сентября. Осенью с первыми холодами приходит период обострения острых респираторных вирусных заболеваний. Как снизить шансы заболеть ОРВИ, расскажем в выпуске. Рубцовск получит ежегодные субсидии на ремонт дорог. В Шипуново отремонтируют школу и запустят новую модульную котельную. А в селе Фирсово Первомайского района достраивают детский сад. Об этих и других итогах рабочих поездок губернатора Виктора Томенко в районы края расскажет Глеб Полянский. Проблема с качеством дорог в Рубцовске давняя. Но в минувшие несколько лет ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. В 2021-м город получил краевую субсидию в размере сразу 200 миллионов рублей. Но местные власти предельно откровенны. Чтобы привести дороги в нормативное состояние, нужны значительные вложения. Больше 900 миллионов рублей. Городскому бюджету не потянуть. Поэтому губернатор Виктор Томенко поручил региональному Минфину и Минтрансу проработать вопрос о ежегодном субсидировании из краевого бюджета, чтобы коренным образом изменить качество уличной дорожной сети Рубцовска в лучшую сторону. Давайте мы возьмем, наверное, как принцип, пока на трехлетку, возьмем как принцип вот эти 200 миллионов, чтобы были нашим правилом. Вот сегодня это зафиксируем. При планировании все посмотрим. Если будет не хватать, будем там источников, будем где-то искать возможности. Но делать это надо. В ходе рабочей поездки в Рубцовск Виктор Томенко также предложил подумать о передаче нескольких участков улиц города с высокой транспортной нагрузкой в краевую собственность. Это позволит всерьез взяться за их реконструкцию. Забрать на краевой уровень, мне кажется, это было бы нормально. И уже Минтранс наш тогда мог вместе с краевым управлением автодорога мог бы уже это учитывать при реализации своих больших планов. Они у нас огромные, они растут каждый год. Я думаю, в этом году мы больше 13 миллиардов, наверное, сделаем только общий объем работы. Поэтому будем это учитывать. И это, наверное, правильно. Когда-то Рубцовск был центром алтайского сельхозмашиностроения. И власти региона уверены, пришло время эту славу вернуть. Губернатор посетил площадку будущего технопарка «Юг Алтая». Общая стоимость проекта – 695 миллионов рублей. В прошлом году Краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры предоставило управляющей компании технопарка субсидию на развитие – более полумиллиарда рублей. Скоро здесь создадут настоящий рай для инвесторов. Технопарк должен стать центром притяжения резидентов, производителей агрегатов и запчастей для сельхозтехники. В том числе зарубежных компаний, желающих локализовать свое производство. Это придаст импульс развитию экономики не только Рубцовска, но и всего региона. Ждать осталось недолго, заверил директор управляющей компании промышленного технопарка Станислав Кедик. Какой срок? Когда? В марте. В сроках? В марте. Запускаемся когда? Да, в марте. На 22-го года. Производство и инфраструктура – основа экономики. Но не забывают в Рубцовске и о развитии спорта. Глава региона побывал в новом ледовом круглогодичном спорткомплексе «Гимаев-Арена». Он построен благодаря концессионному соглашению между Министерством спорта края и частным инвестором. Краевой бюджет вложил больше 121 миллиона рублей, а инвестор – порядка 127. Теперь юным хоккеистам Рубцовска есть где тренироваться. В спорткомплексе есть и небольшой музей памяти советского хоккеиста и заслуженного тренера России Сергея Гимаева. В Первомайском районе недалеко от краевой столицы строится много современных поселков. А это тысячи новых жителей, в том числе молодые семьи. Поэтому и потребность в детских садах – вопрос не праздный. В селе Фирсово по нацпроекту «Демография» в этом году достроят детский сад на 280 мест. На эти цели направили больше 276 миллионов рублей. С его открытием разгрузится основной детский сад, который находится в селе. Его с нетерпением жители ждут. Поэтому вся потребность в местах, этим открытием детского сада, она просто закроется. Ждут в селе и новую школу. С ростом населения потребность в учебном заведении увеличивается. Виктор Томенко посоветовал местным властям совместно с депутатами АКЗС начинать работу уже сейчас, чтобы в дальнейшем получить краевое финансирование на строительство объекта. Взять какую-то, наверное, школу типовую, привязать ее по месту и включать в КАИП, в адресную инвестиционную программу, и понемножку делать. Строят новую школу и в Повалихе. Но поставщик основного стройматериала, кирпича, внезапно прекратил поставки. Чтобы сменить конструкционный материал, нужно внести изменения в проектно-осметную документацию и снова провести конкурсные процедуры. Это занимает время. А на фоне общего удорожания стройматериалов, это проблема вдвойне, но таков закон. Поэтому сроки строительства сдвинулись. Министр строительства и ЖКХ Края Иван Гелев подчеркнул, достроить школу должны до конца 2023 года. Виктор Томенко поручил Минструю держать ситуацию на контроле. Надо не тянуться. Люди живут, дети ждут. Пока достроим уже, часть выпустится, вырастет и скажет, так и не успели зайти в школу хорошую. Поэтому возьмите на свой контроль. И он сейчас прямо такой министерский. В селе Первомайское завершают капремонт Дома культуры. По краевой адресной инвестпрограмме на эти цели направили более 13 миллионов рублей. А в селе Зудилово свои потребности. Улицу Школьная давно не ремонтировали, а ведь по ней проходит школьный маршрут. Но решение нашли. Выделили больше 15 миллионов рублей и уже к октябрю дорогу отремонтируют. Эту проблему мы сегодня еще раз озвучили и поблагодарили и правительство Края, и в лице губернатора о том, что все-таки нас слышат и помогают в решении проблем. Потому что дорога является дорогой местного значения. В этом году завершится и капремонт Зудиловской средней школы. Более 19 миллионов рублей направили на новую кровлю, полную замену оконных блоков и оборудование кабинетов. Теперь в школе будет тепло и комфортно. Виктор Томенко отметил, что в общении с жителями лучше проявляются проблемы сел региона. Этого не увидишь из окон правительственных кабинетов. Но именно открытый диалог позволяет краевым властям принимать точечные, своевременные решения. Мне понравилось. Все руководители сельсоветов так хорошо представляют всю проблематику по своим территориям. Поэтому ставят вопросы, исходя из их приоритетности. Совсем скоро в городах и районах региона стартует отопительный сезон. Жители Шипунова уверены, теперь мерзнуть в домах не придется. В райцентре построили модульную котельную и провели реконструкцию теплосетей. Новый объект теплоэнергетики обеспечит теплом почти половину потребителей села. Отапливается у нас порядка 150 абонентов. Это у нас 99 частный, живой сектор, 13 объектов социальной сферы. И 34 объекта – это прочая инфраструктура. Современные котлы и качественное оборудование обеспечат не только надежное теплоснабжение, но и минимальные выбросы в атмосферу, а также экономию топлива. Новая котельная заменит сразу 4 старых и нерентабельных. За отопительный сезон удастся сэкономить до 4 миллионов рублей. На данный момент котельная, уже пусконаладочные работы завершены на ней. Тепловые сети опрессованы. Ждем распоряжения о начале отопительного сезона и запускаем в полном объеме данный объект. На данный объект затрачено 91 миллион, в том числе 50 миллионов – это котельная с закрытым складом угля. И 41 миллион – это тепловые сети. Виктор Томенко по мере возможности всегда внимательно следит за успехами алтайских спортсменов. В этом сезоне есть чему порадоваться. Наши земляки стали настоящими триумфаторами Паралимпиады в Токио. На этой неделе спортсмены вернулись на Алтай. Глава региона наградил атлетов краевыми наградами. Вы – гордость нашего спорта, гордость края. Поэтому к вам будет внимание приковано. Это приятное бремя славы. Пусть это все будет, пусть все получится и новые старты принесут новые победы. Обладатель трех золотых и двух бронзовых наград Роман Жданов вручил Виктору Томенко символ Паралимпийских игр. Пловец поблагодарил правительство края за внимание к спортсменам с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для их тренировок. Сам Роман после непродолжительного отдыха собирается приступить к подготовке к следующим соревнованиям. Отдыхать, восстанавливаться, полностью перезагружаться эмоционально. Самое главное, чтобы потом уже в новый сезон войти уже с чистой свежей головой и уже показывать новые результаты. Впереди Романа Жданова ждут новые старты. А всех россиян совсем скоро ожидает новый политический цикл, который начнется сразу после выборов в Государственную Думу. А жители Алтайского края своими голосами сформируют также обновленный состав депутатов регионального парламента. А значит, уже следующая неделя готовит нам много интересных новостей. Глеб Поленский, Катунь24. Как выполняются поручения губернатора в Каменском районе, проверил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Он посетил заседание Каменского районного собрания депутатов. В 2019 году губернатор Виктор Томенко посетил Камин-Наби и дал ряд поручений по ремонту и строительству социально значимых объектов. А сегодня Игорь Степаненко рассказал депутатам о ходе работ в районе. Затронул тему строительства нового здания гимназии номер 5. Старому больше 80 лет. Оно рассчитано на 365 мест. Его планируют снести и на его месте построить новое. Строительство новой школы на 825 мест. По решению губернатора мы переносим финансирование и разработку проектно-сметной документации на этот год. Начинаем делать сейчас. Средства край выделяет на этом. Непростое принятое решение, смелое решение. И именно на этом месте поставить новое современное здание. Также заместитель председателя правительства Алтайского края отметил. Благоустройство нового детского сада номер 28 нужно продолжать. Например, положить на прогулочных площадках резиновое покрытие вместо асфальта. Места у нас хватает. У нас, более того, излишек мест в детских садиках, а здесь в Каменном городе. Поэтому вопрос демографии. Надо, чтобы заполненность была. По поручению губернатора в межрайонной Каменской ЦРБ продолжаются работы по капитальному ремонту и технической модернизации. Также планируется ремонт спортивного комплекса «Спартак», чтобы воспитывать будущих чемпионов в комфортных условиях. Спортивные объекты – это вообще наша боль, скажем так. У нас очень традиции спорта развиты. Футбол, хоккей, борцы, боксеры прославляют нас сегодня. Сегодня у нас есть чемпионы и мира, и Европы. И то, что сегодня у нас спорт в таком запущенном состоянии, это, конечно, тоже всех тревожило. И сегодня вот эта новость, особенно по капитальному ремонту «Спартака», и о том, речь о искусственном покрытии, о котором… Объекты строятся, но тренеров в профессиональном спорте не хватает из-за маленькой заработной платы в Каменском районе. Губернатор поставил перед Краевым министерством спорта задачу – найти решение. Только не на уровне отдельного района, а на общерегиональном. Анна Москаленко, Анастасия Меньшакова, Михаил Лифуншан. Новости. Около 1800 избирательных участков 17 сентября открылись по всему региону. Продолжаются выборы депутатов Алтайского краевого законодательного собрания и Государственной думы Российской Федерации. В этом году они проходят с 17 по 19 сентября. Некоторые жители Барнаула воспользовались возможностью проголосовать за своих кандидатов раньше единого дня голосования. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера каждый день. С собой нужно взять паспорт, желательно маску и перчатки. Также их выдают на избирательных участках. На стойке регистрации граждане получают 4 бюллетеня. Сделать свой выбор нужно в специальной кабинке. Я вообще поддерживаю это решение о том, чтобы расширить дни голосования. И не только один оставить день, а предоставить людям возможность проголосовать в другие дни. Например, я пришла сегодня, потому что нужно будет поехать на малую родину, в Мамонтово. И мне бы было вообще проблематично прийти и проголосовать только в воскресенье. Отмечу, также барнаульцы выбирают место для Стеллы – город трудовой доблести. Для этого на избирательных участках есть специальные бланки, где указано 11 мест для размещения. И к другим темам. Осенью с первыми холодами приходит период обострения острых респираторных вирусных заболеваний. Как снизить шансы заболеть у РВИ, узнала Анастасия Меньшакова. Перемена погоды. Лёгкая одежда, несмотря на похолодание. Сбор коллективов после отпуска и каникул. Несоблюдение правил личной гигиены. И у РВИ тут как тут. У кого-то болезнь протекает легко. Хватит двух недель, чтобы восстановиться. У гриппа и COVID-19 осложнений больше. Поэтому и справиться с ними тяжелее. На помощь приходит профилактика. Соблюдение принципов здорового образа жизни. То есть соблюдение режима труда и отдыха. Это должна быть достаточная физическая активность, физические нагрузки. Это должно быть рациональное, полноценное, сбалансированное питание. И отсутствие вредных привычек. А еще мытье рук, полоскание горла, промывание носа после посещения общественных мест. Врачи также подчеркивают важность ношения масок. Благодаря этому, считает терапевт Вера Карпова, традиционного роста числа заболевших у РВИ в начале осени не было. Обычно в первую неделю сентября Барнаульскую поликлинику номер 3 посещали от 40 до 60 пациентов в сутки с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. В этом году около 20. Наличие признаков интоксикации и температуры, конечно же, говорит о том, что у вас какое-то серьезное заболевание. Признаки интоксикации – это выраженная слабость, головная боль, потливость, плюс повышение температуры. Вот это однозначно нужно обратиться к врачу. Врач подчеркивает, не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. После выздоровления нужно дать организму две недели, чтобы восстановиться. Выбирать пищу, богатую микроэлементами и белком. Терапевт Вера Карпова выделяет листовую зелень, курицу, кисломолочные продукты. К витаминам советуют отнестись с осторожностью. Избыток витаминов, во-первых, вреден, во-вторых, мы не забываем про аллергию, ну и в-третьих, мы не забываем про то, что часть из населения принимает какие-то еще лекарственные препараты, а витамины все-таки в некоторых позициях они выступают как лекарственный препарат. И если переваливает за пять или десять, то это уже совсем нехорошо. Терапевт советует пить витамины по рецепту, а еще пользоваться дарами с огородов. Так, квашеная капуста и черная смородина богата витамином С. Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс. Новости. Продолжим выпуск сразу после рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите новости итоги. Здравствуйте. Оставайтесь с нами и вы узнаете. Тепло в домах барнаульцев может появиться уже на следующей неделе. Сразу в тот день, когда мэрия опубликует документы о начале отопительного сезона. Сотрудники ГИБДД посетили пациентов в больнице скорой медицинской помощи в рамках мероприятия по профилактике ДТП среди пешеходов. Подробнее через несколько минут. В Алтайский край вернулись медалисты Паралимпийских игр в Токио. О том, как встретили спортсменов на родине, узнаете в выпуске. Тепло в домах барнаульцев может появиться уже на следующей неделе. Сразу в тот день, когда мэрия опубликует документы о начале отопительного сезона. Об этом рассказали в сибирской генерирующей компании. А вот социальные объекты города, к примеру, 12 детских садов, уже подключают к отоплению. В течение двух недель СГК должны наладить все тепловые системы. У барнаульцев также есть возможность включить отопление досрочно. Для этого необходимо решение общедомового собрания. Ремонт старого моста завершают в Барнауле. Его закрыли на ремонт в январе 2020 года. Чтобы восстановить сооружение, полностью заменили плиты, проезжие части и балки пролетных строений. Сейчас рабочие красят перила и монтируют барьерное ограждение. А также им предстоит установить знаки и нанести разметку из термопластика, из заметного для водителей материала. В будущем здесь восстановят движение поездов по пути, проходящему под автомобильной дорогой. И к другим темам. Сотрудники ГИБДД посетили пациентов в больнице скорой медицинской помощи в рамках мероприятий по профилактике ДТП среди пешеходов. Они пообщались с пострадавшими в ДТП и вручили информационные памятки. Период восстановления после травм, полученных во время аварии, занимает около двух-трех недель. Затем пациента выписывают из стационара. Однако амбулаторное лечение в среднем занимает еще около полугода. Чаще всего к нам поступают пациенты, у которых сочетание повреждений, чаще всего сочетается черепно-мозговая травма с травмопорно-двигательным аппаратом, а чуть реже сочетается черепно-мозговая травма внутренних органов и травмопорно-двигательным аппаратом. Сотрудники ГИБДД предупреждают, чаще всего аварии происходят именно на пешеходных переходах. Одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода. Зарегистрировано 244 ДТП, в которых 13 человек погибли и 248 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно переходить проезжую часть, а также заранее убедиться, что все автомобили остановились и уступают вам дорогу. 62-летний житель Первомайского района подтвердил пословицу «Не делай добра, не получишь зла». Три года назад он изготовил деревянную карусель для местных ребят и, конечно, не проводил проверку ее технического состояния, а также химическую обработку от гниения и разрушения. В результате в этом году карусель обрушилась на двух маленьких детей, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Он обвиняется органами следствия в причине несмерти по неосторожности. В настоящее время уголовное дело поступило в Новоалтайский городской суд для рассмотрения по существу. И продолжаем выпуск. Ущерба здоровью пациентки нанесено не было. Алтайский краевой суд поставил точку в деле Ольги Сухановой. Ранее девушка обвинила одну из стоматологических клиник Барнаула в том, что якобы из-за плохо установленных брекетов у нее на лице появилась опухоль. Ольга обратилась в индустриальный районный суд. Затем прошла через апелляционную и кассационную инстанции. Краевой апелляционный суд вынес окончательное определение. Он указал, вреда здоровью пациентки нет. Мы довольны решением суда, потому что суд подтвердил тот факт, что нашей клиникой не был причинен вред здоровью пациентки Сухановой. И что у нее косметические все дефекты на ее лице – это непоследствия лечения в нашей клинике. Тем не менее, деньги девушка получит. За то, что лечащий врач небрежно вел карточку пациентки, клиника заплатит штраф. А Ольге Сухановой выплатит компенсацию 163 тысячи рублей. Первоначально Ольга требовала более полутора миллионов. Решение суда, сообщила девушка, ее устраивает. Это решение справедливое, оно обосновано экспертами, оно обосновано расследованием прокуратуры. То есть, другого и быть, в принципе, не могло, если справедливость. То есть, справедливость восторже оставала. Мисс Барнаула выбрали в краевой столице. За звание самой красивой девушки города боролись 16 конкурсанток. С победительницей познакомилась наша съемочная группа. Увлечение спортом, медициной и психологией. Все это про студентку Барнаульского базового медицинского колледжа Софью Осиян. А с недавнего времени она обладательница титула «Мисс Барнаул-2021». Участие в ежегодном конкурсе девушка приняла спонтанно. Я вот так стою перед зеркалом, говорю себе, у тебя все получится. Потом уже там через дня три до финала говорила, если я не выиграю, то зачем я шла сюда. Вообще, я сначала, первоначально шла сюда ради опыта, но потом поняла, нет, нужно хотя бы попасть в стройку. Все это не просто так, и вот, поверила в себя. Поверили в Софью и близкие. На протяжении двух месяцев репетиции девушку поддерживали друзья, молодой человек и родители. Мама больше всего. Она сразу, как только мне предложили, я переслала ей это сообщение. Она сказала, тебе точно надо, это такой шанс, больше такого шанса не будет. На конкурсе Софья постоянно участвовала в мастер-классах и фотосессиях. Трудности девушка не боялась, была искренней и верила в себя. Назовут, не назовут. У меня уже, надеюсь, у себя в голове прокручиваю свою фамилию. Думаю, может быть, все-таки назовут. У меня вот так вот дыхание задержалось. И называют мою фамилию. У меня мурашки по телу. Я не понимаю, мне нужно улыбаться на камеру или плакать. У меня идут слезы. Единственный на Алтае официальный конкурс красоты проводится при поддержке администрации города. Уже 13 лет самую красивую девушку выбирают в день рождения краевой столицы. В этом году из-за ковидных ограничений организаторам пришлось изменить формат финального этапа конкурса. Самое главное мероприятие на площади Сахара было отменено. Так как мы готовились на эту сцену, она большая, нам пришлось срочно менять номера. И делать уже номера на более маленькую сцену, которая была в студенческом дворике АГУ. Конечно, мы это запомним. Софья мечтает переехать в Москву и продолжить карьеру модели. Титул «Мисс Барнаул» обязывает быть образцом для молодежи. Сейчас вот очень много девушек, да и вообще молодежи смотрят на старшее поколение, хотят быстрее вырасти. Как многие сейчас там накачивают губы, там себе делают все из пластики. Я думаю, сейчас больше за натуральность все-таки. Дарья Кончина, Анатолий Фукс, Новости. С 28 сентября по 2 октября в Алтайском крае пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и 23-й Шукшинский кинофестиваль. Торжественное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Алтайском краевом театре драмы. Закрытие «Шукшинских дней» и подведение итогов Шукшинского кинофестиваля пройдет 1 октября на площадке городского дворца культуры Бийска. В библиотеках будут проходить творческие встречи с писателями. В этом году зрителям представят 11 художественных фильмов. Откроют кинофестиваль картиной «Земля Эльзы». Его показ и творческая встреча со съемочной группой состоится 28 сентября в 20 часов в кинотеатре «Мир». И продолжаем новости культуры. 18 сентября в Барнауле состоится торжественное открытие Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. Он проходит раз в два года в память о народном артисте России, художественном руководителе молодежного театра Алтая Валерии Золотухине. Заявки на участие в фестивале рассматривал экспертный совет. Свои спектакли представят 12 театров, в их числе Московский театр на Таганке, который выступит в качестве гостя на закрытии фестиваля. И к новостям спорта. Футболисты Барнаульского «Динамо» сыграли в ничью с торпеда «Миас». В матче не обошлось без потерь в составе. Подробности в сюжете Артема Тарасова. Матчи Барнаульского «Динамо» теперь будут проводить не позже 16.30. Это требование Российского футбольного союза. Темнеть начинает рано, а освещение стадиона не справляется. Впрочем, зрители, которые пришли и в такое время поддержать местных спортсменов, голов в их исполнении так не увидели. В комментариях короткие, что не получается забить голы. Не могу сказать, что какие-то претензии к ребятам, пацаны бились все в этой игре. Претензий не было, создавали давление. Ну, забить никак не получается. Такое было тяжелое поле у Чаровского команды. К сожалению, с нами стали ставить автобусы, мы не можем их никак преодолеть. Команды разошлись с ничейным результатом. В итоге Барнаульцы с 13 очками в активе расположились на восьмой строчке турнирной таблицы. Учитывая концовку матча, мы должны быть все-таки довольны приобретенным очком. Вот. Но в целом по игре, хочется сказать, что первый тайм был, наверное, равный. Небольшое количество моментов. Все здорово и команда все-таки больше, наверное, было силовой борьбы, давление. По ходу матча барнаульцы потеряли своего капитана Богдана Корюкина. После очередного сейва вратарь неудачно приземлился и ударился головой об штангу. Игру пришлось задержать, а за футболистом прямо на поле приехала скорая помощь. Врачи диагностировали гематому и перелом носа. В итоге голкиперу предстоит месяц восстановления. Место в воротах займет Никита Зубчихин. Никита Зубчихин, может быть, без опыта. Но я не думаю, что у кого будет эта проблема, у кого-то нет. Это уже довольно близко вратарь. Поэтому ничего страшного не будет. Или, конечно, потери благодарны для нашей команды. Потери у нас продолжаются, к сожалению. 17 сентября динамовцам предстоит матч со Спартаком из города Туймазы. А 22 сентября – кубковый матч с командой премьер-лиги Нижним Новгородом. Артем Тарасов, новости. В Алтайский край вернулись медалисты Паралимпийских игр в Токио. Среди них – обладатель трех золотых и двух бронзовых наград Роман Жданов. Серебряный призер в плавании Егор Ефросинин, легкоатлет с медалью за третье место Александр Костин и заслуженный тренер России Елена Соколова. 13 сентября они были на приеме у президента России Владимира Путина. Ответное слово от лица сборной произнес алтайский плавец Роман Жданов. Напомню, также он был знаменосцем национальной команды во время закрытия игр. Паралимпиада сложилась отлично, почти как планировалось. Эмоции невероятные. В принципе, вполне доволен, но чуточку хотелось бы лучше. Вольный стиль немного не получился, но будем работать над ошибками. Также призеры Паралимпийских игр встретились с губернатором Виктором Томенко. Глава региона наградил атлетов краевыми наградами. В свою очередь, чемпион игр Роман Жданов вручил председателю правительства символ Паралимпийских игр. На встрече много уделили внимания развитию спорта в Алтайском крае. В частности, его доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. И надо понимать, что здесь мы должны создавать максимальные условия, чтобы они могли раскрываться. Вот сейчас и мама говорила, что многие родители стесняются, зажаты. Это надо выводить. И здорово, что спорт является все-таки социализацией для таких спортсменов, для таких детей, которые потом могут себе раскрыться и достичь значимых результатов и быть признаны в обществе. И я уверена, что победы ребят не останутся бесследны. Это обязательно нужно развивать спортивную инфраструктуру. И не только спортивную, для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы был максимальный доступ ко всем спортивным, да и не только объектам. Но и в целом, я уверена, что их победы вдохновят многих мальчишек, девчонок и также родителей, наставников на то, что надо двигаться вперед. Поингар, хайпост, риппеншот. Эти термины теперь должны быть знакомы абсолютно всем любителям баскетбола в краевой столице. В этом сезоне в составе баскетбольного клуба «Барнаул» сыграет американец Кван Валлер. Он приехал из Рокфорда, но его уже смело можно назвать барнаульским парнем. Артем Тарасов познакомился с легионером. Почти месяц Кван Валлер тренируется в Алтайском крае. Этот сезон игрок проведет в составе баскетбольного клуба «Барнаул». Число 12 на майке удачно описывает позиции баскетболиста на площадке. Кваны готовят к игре первым или вторым номером, то есть на месте разыгрывающего или атакующего защитника. Это американская школа, и нам было интересно посмотреть, как он в нашей, в российской команде покажет себя. И нам нужен такой игрок, креативный, чуть-чуть другим видением игры, чуть-чуть другим пониманием вообще баскетбола нужен. И ребята смотрят и чему-то все равно учатся. Я чувствую, что сейчас мы особенно сконцентрированы на деталях. Наша команда много работает. Начинаем раньше, заканчиваем позже. Все игроки и тренеры очень сконцентрированы на турнире. Я могу сказать, что у меня хорошие предчувствия по поводу чемпионата. Спортсмену 31 год. Его спортивная карьера связана со многими странами. США, Великобритания, Германия, Грузия и Египет. Кван родом из города Рокфорд, штата Иллинойс. Барнаул ему очень напоминает родину. Раньше я слышал только про Сибирь. Я не знал про город Барнаул. Мой родной город Рокфорд такой же. Ближайший к нам крупный город – это Чикаго. И многие люди думают именно о нем, когда говорят о нашей местности. Я вас понимаю. Знакомиться с русской культурой и языком Квану больше всего помогает Сэм. Так американец называет партнера по команде Андрея Семенова. Многие игроки и тренеры хорошо говорят по-английски. Изменения в команде наступили только на бытовом уровне. В общий чат, скорее всего, да, пытаемся на двух языках. Мы дополнительную информацию. А все, что касается работы, ну, мы давно перешли уже в термины. Все в английском. Он с ними знаком, команда с ними знакома. Я потихоньку учу слова из русского языка. Одно слово услышал здесь, другое там. Я говорю по одному слову. Я пока не могу собрать их в предложение, но я стараюсь. Американцу известно и про холодную погоду в России. К морозам он уже готовится основательно. Но привыкнуть к часовому поясу Алтайского края пока не получилось. Я до сих пор стараюсь приучить себя ложиться спать вовремя. Я заставляю себя спать ночью. Вовремя засыпать, вовремя вставать, потому что я все еще живу по американскому времени. Сейчас я хочу дисциплинировать себя в этом. Видимо, лечь спать раньше спортсмену не позволяют творческие порывы. Его хобби – это рисование. Более того, квант на этом еще и зарабатывает. У меня также есть бизнес, который я начал в Америке. По ночам я дизайнер, а днем баскетболист. В свободное время я делаю наброски и создаю различные творческие продукты. Сейчас американец уже стал барнаульцем и для одноклубников, и для болельщиков. Окружение в шутку начинает называть его созвучным русским именем Валера. Думают – приживется. Посмотреть на Квана Валера и его игру можно будет 7 октября. Баскетбольный клуб «Барнаул» встретится с Уфой. Артем Тарасов, Михаил Лифуншан. Новости. Это были все самые актуальные новости минувшей недели на телеканале «Катунь-24». С вами был Игорь Матаев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова